Покос травы не просто поддержание эстетического состояния территории города. Многие из разновидностей сорняков провоцируют сезонную аллергию, поэтому в течение лета ежемесячно службы города уделяют особое внимание уходу за газонами. Работать начинают еще в мае, когда высота травяного покрова достигает 10-15 см. После покоса высота газона составляет 3-5 см. Площадь территории в границе городского округа Самара, где требуется регулярный покос травы, составляет 2192,83 га. В том числе 460 га закреплено за МПИ подрядчиками городского хозяйства, департаменты городского хозяйства, 1732 га закреплено за внутригородскими районами. В ходе обсуждения актуальных задач глава города Елена Лапушкина поручила муниципальным предприятиям, главам районов и профильному департаменту активнее улучшать состояние газонов на внутридворовых территориях в зонах, прилегающих к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, всех социальных объектов Самары. В том числе и на тех пространствах, которые ранее благоустроили в рамках муниципальных и федеральных программ. Убедительная просьба глав внутригородских районов проверить территории, которые делали вы во дворах в рамках КГС, общественные территории в рамках КГС, по покосу, по растениям, по содержанию. Посмотрите, пожалуйста. Ежедневно на покос выходит 50 бригад, порядка 175 человек. Особое внимание общественным пространствам Самары. Так, в течение сезона специалисты уже шесть раз приводили в порядок газоны на набережной, неоднократно выходили на санитарную уборку скверов и парков. Продолжат трудиться и в будущем. Впереди еще два с половиной месяца активного покоса. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.